26 августа глава Хасавюрта Зайундин Акмазов проверил состояние городских школ перед Днем Знаний, которые знаменуют начало нового учебного года. Комиссионные инспекции участие приняли первый заместитель главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Каргали Каргалиев, заместитель главы администрации, курирующий вопросы образования Тагир Гаджиев, представители правоохранительных органов, управление образованием, а также ряда надзорных органов. Одним из главных объектов посещения стало здание новой среднеобщеобразовательной школы номер 19, рассчитанной на тысячу ученических мест, полностью удовлетворяющей потребности жителей поселка Юбилейный и других ближайших микрорайонов. Как отметил глава Хасавюрта Зайундин Акмазов, состояние готовности школы оценивается как удовлетворительное. Есть кое-какие недоделки по территории, потом оборудование, интерактивные доски, потом камеры слежения, оборудование кабинетов, предметных классов кабинетов. Вот это осталось. А в принципе все готово. Будем запускать. Это одна из самых лучших школ республики в этом году, которая запускается наряду с другими. Вот обещают, и подрядчики обещают, и дирекция обещает, что к первому сентября все это будет готово. Сделана большая работа, и новая школа в Хасавюрте уже готова принять своих первых учеников. Образовательное учреждение значительно разгрузит в гимназию номер 3 и 16 школу, которые были переполнены детьми из данных микрорайонов. Теперь эта проблема будет полностью решена. Говоря об общей готовности образовательных учреждений Хасавюрта, глава города подчеркнул, что школы готовы к новому учебному году. В принципе все требования, которые предъявляются к началу учебного года, они соблюдены. Все готово. 29 числа у нас будет августовское сообщение учителей. Ну вот, продолжаются работы, то, что осталось, там замечания всех служб, которые проверяют готовность. Это все, недоделки устраняются, и к первому все будет готово. У нас парень шпулек признана одной из лучших подготовок к учебному году. В ходе инспекции были проверены помещения школ, комплектация классов, антитеррористическая защищенность объектов, наличие рабочего оборудования и оснащение классов. В новом учебном году свыше 18 тысяч учеников пройдут обучение в среднеобразовательных учреждениях. Из них более 200 с половиной первоклассники. Мика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».